Насколько социальные объекты подходят для людей с ограниченными возможностями? Какие условия созданы для их беспрепятственного передвижения? Мониторинговая группа, состоящая из представителей специального управления, провела осмотр вокзала, автовокзала и аэропорта. Почему сонок принес? Здесь можно сделать. Сейчас во всех. Подъезжаем. Здесь поем с... Сейчас поем с... Пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста. Мы с 2018 года говорим об этом. Прошло 4 года. Ситуация на вокзале плачевная. 4 года назад из-за дефицита мест на стоянке, не соответствует требованиям специальных пандусов и специальных туалетов. Устройство для подъема колясок был наложен штраф в размере 1 миллиона тенге и была поставлена задача решить проблемы. Но до сегодняшнего дня ничего не изменилось. Руководители ответственных учреждений не могут ответить, почему проблема 4-летней давности не решена. Для людей с ограниченными возможностями здоровья, переход на второй путь – это мучение. Отсутствие специальных пандусов очень сложно для людей, сидящих на колясках. Продолжение следует... Продолжение следует... На железнодорожном вокзале были сделаны соответствующие замечания. Теперь необходимо принять решение. Далее мониторинговая группа отправилась в аэропорт. Здесь все соответствует требованиям. Аэропорт в 2018 году, мы говорили, в аэропорте все сделали. И делается даже лучше. Я хочу сказать, что у нас в аэропорту самая лучшая комната для людей с инвалидностью. Такой нет нигде в Казахстане. В Алмате даже нет, ни в Астане комнаты для отдыха нет. Условия двух объектов для людей с ограниченными возможностями стильно отличаются. Руководство железнодорожного вокзала заверило, что устранят указанные недостатки. Если говорить о принятии решения, то компетентный республиканский департамент труда приходит по заявлению и производит проверку, затем принимая соответствующие административные меры. Далее необходимо проводить работу через суд. Пока был Гумаров, телеканал ОТРОВ.